МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но уже не столь существенно. Также спрос в автосекторе, в Форде. Об этом чуть позже поговорим. Еще интересные моменты. Эксон, компания, которая когда-то была лидером капитализации среди всего американского сектора, сейчас уступила свое место в индексе Dow Jones Salesforce. Вот Salesforce отчитывается после закрытия торгов. Напомню, это CRM, маркетинг. А вот у Эксон дела все хуже и хуже. Дело в том, что активисты появились в топ-менеджерах компании и будут очень сильно, вероятно, вместе с общественным мнением и регуляторными какими-то историями влиять на направление работы компании. Форд перестроился, Shell перестроился, но Shell это не помогло. Они проиграли суд не так давно. Все сегодня стало известно. В ГААГе решили в суде, что мало усилий Shell предлагает, надо больше. То есть давят по полной. Что будет с сектором углеводородов, не ясно. Ну, кстати, судьба совершенно разная у старого бизнеса. Давайте посмотрим на графики так называемых мемов. GameStop – это сеть компаний, продающая в Соединенных Штатах Америки оффлайн видеоигры. В основном, как бы, сеть, которую испытывала не лучшие времена последние годы. Но вдруг все переменилось, туда пришли новые управляющие. Это произошло в январе месяце, после того, как в августе месяце прошлого года некий Райан Конн, очень известный человек в бизнесе интернет, купил большой пакет этих акций. И, как считают очень многие, он готов компанию изменить, открыть ее миру, так сказать, уже в новом формате. Что, собственно говоря, предстоит сделать, чем он занимается. На этом очень резко пошли вверх акции. На самом деле, там был огромнейший шорт интерес. В январе был просто разрыв всего, что только можно. Можно посмотреть, какие были движения. Было очень много комментариев из-за и против. В конце концов, вроде бы, шортистов наказали. Потом они взяли свое. А потом акции снова начали расти, уже, возможно, на фундаментальных историях. То же самое происходит с сетью кинотеатров. AMC. Это сеть в США. Обычные кинотеатры не онлайн. И онлайн тоже и GameStop, и онлайн удалось, вот, с точки зрения именно корпоративного управления, извлечь выгоду из создавшейся ситуации. Аналогично с Теслой Илона Маска, у которого была та же история, тот же шорт-сквиз. Наказание шортистов в его бумагах было еще гораздо более жестким. Маску удалось продать часть акций по максимальной цене. То же самое проделали и эти компании, чем существенно улучшили свое финансовое положение, сократили долг. Это называется грамотный менеджмент, извлекать пользу из сложившейся ситуации. Ну, давайте посмотрим на другие компании. На самом деле, в автомобильном секторе тоже происходит своеобразная революция, разрыв, которую как раз вот Тесла при помощи волосе организовала. И смотрим, другие компании присоединяются к этой волне. Акции Форда за последние 12 месяцев выросли на 130%. Прямо такая же история с GM. Выросли акции Volkswagen. Те компании, которые входят в эту игру электрификации автопрома. Смотрим Bad, Bad and Beyond. Это сеть компаний, которая продает товары для дома. Ванна, спальня и прочее. Ну, собственно, название говорит само за себя. Такая Икея. А вот у них несколько иная ситуация. У них все не столь радужно, но может быть не так и плохо. Еще одна тема. Это биткоин или золото. Отчитывались перед конгрессменами, а не перед инвесторами. Представители банковского сектора США. Кто-то на биткоин смотрит до сих пор с опаской. А кто-то, наоборот, считает, что за ним будущее. Смотрим на него и мы. Котировки сейчас растут в районе 40 тысяч, чуть ниже. Золото никуда не вижу, даже не может пробить 1900. Почему? Что так с золотом? Что сложного с золотом? А все очень просто. Центральные банки раньше покупали, теперь нет. Нет, Россия уже купила золото в ЗВР-сток, сколько нужно, 20%, даже чуть больше. Отказалась покупать, стимулирует экспорт. О том, что происходит на рынке, как дальше жить, мы поговорим с Исааком Бекером, известным консультантом финансовым и автором разных интересных книг по инвестициям. Всех даже не буду упоминать, вы видите у себя на экранах. Исаак, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день, Данил. Исаак, вот все-таки мир очень быстро меняется. Вчера одно пользовалось спросом, сегодня другое. Как инвестору ориентироваться в этом быстром потоке? Что-то раньше все строилось на безрисковых активах, на облигациях. Сейчас Дж.П. Морган, Дж.Ми Дэнн говорит, я к ним на 3 метра не подойду при таких процентных ставках. Рэй Даля, глава крупнейшего хедж-фонда, говорит, а я вместо них биткоин сейчас покупаю. Как вы на это смотрите? Я смотрю на это так, что, в принципе, очень сложно сейчас инвестор на фондовом рынке. Фондовый рынок очень сильно меняется. И 2020 год, конечно, во многом, не побоюсь этого слова, разворотил частного инвестора. Многие еще считают, что 2020 год продолжается. На самом деле на рынке 2021 год. И кто не понял этой смены, может за это очень сильно поплатиться. Новое поколение инвесторов, которое вышло на рынок во время ковида, оно хочет быстрых денег, оно хочет, значит, играя, сидя у себя дома на диване, играя со своим смартфоном, значит, куда-то вкладывать деньги, потом тут же смотреть, сколько они выиграли. Долго никто не хочет ждать. Традиционное долговременное инвестирование, которое всегда пропагандировалось, сейчас меняется краткосрочными инвесторами. Месяц, два, максимум три, а потом новые идеи, новые возможности. Недостатков в виде их нет. Куда ни глянь, как говорится, куда ни плюнь, везде инвестиционные идеи, везде вас приглашают, приходите, инвестируйте. И инвестиционный рынок на это сейчас тоже реагирует. Допустим, в последнее время появился такой биржевой фонд Zoom ZUMM, это тикер этого фонда, и он реагирует на, значит, инвестирует в те компании, о которых больше всего говорят в Фейсбуке, в Телеграме, в других социальных сетях, обсуждают там в деловых СМИ и так далее. Вот то, куда сейчас идет инвестор. Опыт показывает, опыт показывает, что, как правило, такая волна, она в конце концов приходит к жесткому наказанию. Люди теряют большие деньги, в частности, в России 11 миллионов инвесторов на бирже. Конечно, им нужно быть очень аккуратными. Деревья не растут до небес, и рано или поздно это все закончится большим крахом или, значит, существенной коррекцией. Поэтому надо быть осторожными, надо все-таки смотреть, или начинать смотреть на фундаментальные характеристики акций и учесть то, в какой ситуации, на каком цикле рынка мы сейчас находимся. Спасибо вам большое, Исаак. Исаак Беккер, автор множества книг по инвестициям, был с нами на прямой связи. Ну что же, вспоминаю старую поговорку, когда вы толпой убегаете от медведя, не важно быть первым в этом соревновании, важно не быть последним. До свидания.